Всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжаем гать Мейкрафт, и это постройки, часть третья. Сегодня, ребята, я бы хотел показать, что изменилось на этом острове, да, и, в принципе, внимательные зрители уже немножечко заметили то, что я сейчас экран повернул, и там была земляная стенка вот такая вот, да, в принципе. Что это означает? Это означает то, что я осушил это место, видите, часть местности, видите, осушил немножечко, да, и теперь здесь сухо почти везде, но тут я уже, в принципе, додумался то, что не обязательно везде прям до максимума упирать воду, но если вдруг она будет мешать, я упиву, ее не так уж и много осталось, да. Сюда я буду посыпать всякую землю, песок и так далее, да. В принципе, думаю, идея понятна, я хочу сделать побольше остров, потому что если посмотреть прошлую серию, там особо мало чего, кстати, изменилось, в этой серии очень много чего подготовил, и я даже хочу что-то сегодня даже что-нибудь построить или что-нибудь убрать, ну, что-нибудь такое вот немножечко свое сделать. Передвинул вот этот домик, да, думаю, вы помните, он в прошлой серии у нас появился, и, в принципе, хорошо, да, в принципе, вот, как я обещал, перенес его, он здесь был, здесь у нас будет строиться, наверное, какая-нибудь кузница, ну, типа, по крайней мере, так же выглядит практически, да, такая же форма, но и такой вот новый домик. В принципе, давайте я вот так вот полетаю, покажу, что изменилось, в принципе, видно то, что вот этот новый домик появился, маленькие детали появились по типу трава, там, ну, я же ее убирал, потому что она мне мешала поначалу. Сейчас здесь, как бы, дома не строятся, здесь они не будут строиться в этом месте, наверное, ну, здесь, может быть, хотя нет, здесь не будет, скорее всего, да, поэтому здесь есть пару деревьев и так далее, да. Здесь я поставил просто подсонухи, потому что, ну, вот это будет мешать, да, здание, как бы, здесь просто картошка росла, и, как бы, это выглядело некрасиво, вот, поэтому я решил вот так вот сделать. Здесь начал использовать всякие водоросли, кораллы и так далее. Да, для этой речки маленькой, в принципе, я ее еще уменьшил, потому что, ну, она была, что, она чуть больше, чем надо. Вот так вот смотрится получше. Как видите, появились, так сказать, джунгли, да, то есть небольшое количество их будет тут. Вот, смотрите, вот где-то вот в этой части еще они будут. Здесь, типа, будет пляжик. Ну, типа, пляжик, он будет очень маленький, вот где-то вот тут начинаться, и вот тут у нас заканчивается, либо наоборот, ну, вот так вот как-то, да. То есть у нас здесь, видите, девя большие, бамбук, есть какао-бобы и арбузы. В принципе, сюда я еще и панд потом поселю, но пока что этого делать не буду. Я не знаю, может быть, эту территорию как-то закрыть, надо, кстати, насчет этого будет подумать, потому что они же начнут тут везде гулять по древням. Хотя, не знаю, не знаю. Ну, можно, в принципе, вот тут забором будет закрыть, если что, чтобы они не разбежались. Ну, окей, неплохо, в принципе. Ну, реально, для этого маленького места, вот этого островка, здесь же вода везде была вокруг, ну, до этого момента. В прошлой серии можете посмотреть, здесь просто пустота была, и теперь здесь хотя бы деревья. То есть это смотрится красиво достаточно. Я тоже думал до этого, то, что какие-то деревья сюда посадить определенно надо, но вот такие вот большие решили посадить. Окей, давайте я еще расскажу, пока не забыл, то, что вот в этой части, в этой части у нас, скорее всего, будет лес из 1.14. Точнее, этот лес у нас уже, ну, 100 лет, короче, который существует, хвойный вот этот лес, да, биом вот этот. Но он здесь будет с лисами, с кострами, ну, то есть в 1.14 же дополнение для этого биома, можно так сказать, появилось, да. А как раз постройки у нас на этой версии происходят, на новой, поэтому это достаточно удобно. То есть здесь у нас будет где-нибудь костер находиться, где-то елки, там, лиса какая-нибудь, волки, там, и так далее гулять. Да, в принципе, думаю, вы поняли. Дорожку я куда-нибудь проведу, например, вот туда, я не знаю, да. Этот дом не хотелось, чтобы он около воды стоял, как-то не очень смотрится, и вот как раз здесь очень даже хорошо то, что я потом увеличу не все это место. Возможно, я буду на стриме это делать дополнительно, возможно, еще как-то посмотрю, посмотрю, да, пока что не знаю. Либо выпишите, как лучше. Ну, наверное, на стриме, на стриме, наверное, скучно будет, хотя не знаю, в принципе. Да, кстати, приходите на стримы, как бы, да, то есть иногда буду стримить сейчас, поэтому, как бы, ставьте колокольчик и видео не пропускайте, и тогда вообще все будет четко, да. У нас, смотрите, земля кровяная пошла. Ладно. В принципе, давайте покажу вот этот домик, вот этот домик, да, свой новый, он немножко необычный, как видите, вот, видите, захожу, здесь у нас кровать обычная, здесь у нас просто балкончик такой, стекла вот так вот расположены необычно. То есть это уже не прям какой-то дефолтный деревенский домик, а вот что-то свое такое придумал, прикольное, да, окей, вот видите, тут еда всякая, то есть решил вот так вот сделать, чтобы как-то было прикольно, да. Давайте поспим заодно, чтобы не писать команду timeset 0, timeset day, вот, уже поспал, окей. Мы вот так вот выходим, и, в принципе, хорошо, да, вот в этом домике, в принципе, ничего не изменилось, здесь тоже самое, только кровать, по-моему, изменилась цветом, да, я ее изменял, окей, в принципе, ничего такого и не изменилось. В принципе, по сути, здесь просто я поменял местами, то есть дом в красивое место поставил, всякая трава, подсолнухи, все на свете вот это сделал, то есть, и сразу стало выглядеть, наверное, в раза три все красивее, ну, заметьте, реально. Посмотрите прошлый сейв, и посмотрите эту сейв, это, ну, эта разница колоссальная просто, прошлый сейв здесь просто пусто было и скучно как-то, ну, у меня особо ничего не было, как бы, да. А сейчас уже очень красиво выглядит, хотя, в принципе, и сейчас особо немного, ну, особо ничего и нету, в принципе, остров, как видите, сам по себе маленький будет, да. Кстати, поначалу же я хотел делать эту рубрику, ну, этот сезон, я так понимаю, да, делать сейв на 10 на 9, но сейчас, так смотрю, сейв выходит достаточно редко, ну, сейчас получается раз в месяц, вот так вот как-то, да, получается, я за это время успеваю много чего сделать. Ну, хоть и, как бы, делаю это перед записью, то есть, планирую, что-то строю, а потом уже записываю, да. Это я, наверное, неделю назад начал все делать, это только я сейчас начал снимать, вот это все делать, вот это все расширять остров и так далее. Вот в этом месте, где я начинал свой первый дом строить, видите, здесь у нас 2-3 блока добавляется от моего вот этого расширения острова, да, потому что здесь, в принципе, и не нужно это делать. Вот так вот еще, смотрите, можно сделать, вообще неплохо будет смотреться, вот так вот, окей, да, здесь у нас, типа, лодочки будут, в принципе, неплохое место, дорогу надо было как-то заканчивать, ну, и это начало дороги, ну, типа, приехал на лодке и поехал, да. Я, кстати, туда немножко слетал, там у нас биом этот самый хвойный как раз, по-моему, если туда слетаясь, он не так уж и далеко находится. Я просто поначалу думал, что там вообще ничего нету, просто океан большой и все. Забыл рассказать про то, что, видите, у нас тут продолжение дорожки идет, вот такое вот поменьше, да, то есть, около домов, в принципе, это выглядит очень даже неплохо. Вот здесь, видите, такая трава будет, ну, как бы, неплохо, да. Здесь у нас будет дорожка продолжаться и здесь будет куча домов всяких и так далее, то есть, еще что-нибудь придумаю, не знаю. Здесь, наверное, ну, здесь джунгли, в принципе, будут, а вот здесь, скорее всего, будет просто такая пустая местность, ну, не пустая, а здесь будет, скорее всего, дома как раз, то есть, дома, там, не знаю, еще что-нибудь придумаю, да. В принципе, окей, да. Давайте, я, в принципе, знаете, чем сейчас займусь, я сейчас так подумал. Вы знаете, как я вообще всё это буду строить? То есть я вот беру землю, допустим, да, вот так вот начинаю строить вот с этого уровня, то есть не с самого нижнего, а, например, с этого. Да, вот так вот мы будем немножко выше делать и как-то так, да. В принципе, я думаю, не все вот этим всем займусь. Сейчас я хочу именно немножечко основным, то есть верхним уровнем заняться. Вот сейчас я вот эту стеночку построю, дострою, да, и вот как-то так, смотрите. Смотрите, вот так вот мы делаем, и здесь у нас будет... Ну, здесь я пока что просто землю вот так вот терн, вот так вот проложу тут, да, вот такое вот количество. Ну, я думаю, вот здесь закончим сегодня. Окей, да, хорошо. Я так решил, что я буду по большей части, наверное, показывать, да, показывать, что я построил, а сам строить, наверное, буду то ли в следующем сезоне, то ли как. В принципе, сами решайте, как лучше, потому что, ну, в принципе, я думаю, строить за кадром и показывать, это намного интереснее, чем вот так вот все это дело строить. Да, вот, допустим, мы сделали вот такую небольшую площадочку. Давайте мы... Ну, видите, это очень быстро делается, как бы это все заполняется быстро, но просто надо понимать то, что еще снизу я все равно немножечко это сделаю, потому что, если вдруг я захочу на уровне ниже землю сделать, то здесь будет такая дыень, и придется этим заниматься, как бы тратить свое время, лучше это делать сразу. Ну, или, по крайней мере, после записи этим займусь, думаю, да, как раз, чтобы, ну, как бы не было будущим проблем. Хотя бы блока три вот здесь, вот так вот, раз, два, вот три, например, да, и это будет куда лучше, чем вообще ничего не делать. В принципе, сложность у нас мирная стоит, поэтому, как бы, бояться нечего, потому что здесь какие-нибудь монстры будут спавниться. Ну, а если кто-нибудь, друг, я, если что, карту скину в описании, когда я ее полностью дострою, когда буду заканчивать, да, там, шестую, пятую серию, да, здесь просто можно фракела будет вам или мне оставить, и тогда они будут спавниться могу, и, как бы, своими звуками бесить. Да, давайте до сюда все-таки достроим, я что-то так подумал. Ну, в любом случае, лес не должен быть таким маленьким, каким я сейчас строю. Я, блин, сейчас чайпаху, блин, закрываю, можно так сказать. Надеюсь, она появится. Окей, эээ, так, у нас, эээ, а, здесь у нас есть еловый саженец, хорошо. Эээ, так-так-так, костер, костер, есть у нас костер, что у нас есть, волк, волк, нет, я пока их не буду спавнить. Допустим, например, мы сделаем где-нибудь вот тут. Эээ, есть, ну, я думаю, нет, не здесь, например, вот где-нибудь вот тут. Да, хорошо. Эээ, так, хорошо, давайте мы здесь у нас будут стоять такие вот елочки. А, подождите, а их можно? Да, их можно большими делать. Костная мука, костная, костная мука. Большие можно делать, и это очень радует. Ооо, как хорошо, смотрите! Смотрите, ещё земля будет необычной, это вообще крутяк. Это вообще реально крутяк. Так, обычная сейчас. Ну, обычная такое, на самом деле. Так, здесь пускай так будет, я здесь ещё вот так вот делаю. Я хочу, чтобы была и травяная земля обычная. Да. Так, где-нибудь вот здесь мы идём. А, ну, дорога там будет, это хорошо. Итак, смотрите, я сделал диевья. Ставим здесь какую-нибудь травку. Травку, траву. Так, эээ, грибы. Грибы. Такие вот у нас тут будут. Потому что всё-таки такой биом, где они должны быть. Вот так вот, как мы, значит. Потому что это будет не очень красиво смотреться. Вот тут можно и высокой травы. Ну, короче, вот как-то так. Я буду тут, наверное, всё вручную ставить. То есть не с помощью костной муки. Хотя, давайте попробуем. Нормально, нормально. Тут, наверное, придётся убрать вот костра. Окей. Так, высокая трава. Да. В принципе, смотрится реально неплохо. Смотрится достаточно красиво. Да, кстати, как вы заметили, я сегодня играю с текстурпаком. Да, это такой вот файтфул, да. Но, на самом деле, по-моему, этот файтфул для пвп, я так понял. Но, как бы, здесь пвп в чём? Только, когда ты блоки ломаешь. То есть, и мечи маленькие, вот такие вот. То есть, а так, сам по себе, как по мне, это самый обычный файтфул. Самый обычный и прикольный, как по мне. Получается, здесь у нас, видите, трава, и здесь продолжение будет. Да, ну, только здесь уже будет много высокой. Вот, с деревьями надо всё вот это ставить. А почему где-то не делается? А, только на эту землю? Да не может ещё быть такого. Так. Опа, ещё один коричневый. Ух ты, красиво, красиво. Так. Вот так вот смотрится всё прикольно. Ну, короче, ребят, в принципе, думаю, вы мою идею поняли. Да, думаю, мою идею вы поняли. И, как бы, я её хочу реализовать, в принципе, понемножку. То есть, здесь, как бы, вот тут у нас будут джунгли. Здесь у нас будет такой вот лес. Ну, чтобы как-то по-разному всё было. Хотя, я так сейчас смотрю, это как-то не очень красиво смотрится. Хотя, я ещё посмотрю. Я ещё подумаю, ребят, реально. Может быть, хотя бы такие высокие деревья я делать не буду. А то как-то... Вот такие бы везде делались бы. Вот это какая-то хрень, честно говоря. В принципе, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оцените видео. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи. И увидимся в следующих сейерах, которых уже осталось так уж и мало. Думаю, половину мы уже всё отстроили на этом острове. Всё-таки это остров, сами понимаете. Это не просто какой-нибудь даже плоский миф или ещё что-нибудь. А как бы... А как бы всё-таки остров, на котором я уже строю третью сейеру. Поэтому я как бы отсюда уходить не собираюсь. Да, в принципе, всё. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok